Рынки наконец-таки смогли отвлечься от политических проблем в Италии. У нас там центристы и правые партии близятся к формированию правительства, так как правые партии представили наконец-таки тот совет министра, который смог понравиться президенту, и поэтому одно из самых больших противоречий было устранено, а именно то, что правые части пытаются форсировать внеочередные выборы, захватить правительство и попытаться выйти из еврозоны. Поэтому сейчас у нас фокус переключается по другую сторону Атлантики, в частности, сегодня внимание будет приковано к отчету NFP, занятость США вероятно ускорилась в мае, так как улучшение погоды благоприятствовало росту спроса на рабочую силу, в частности, в строительном секторе, который очень сильно это реагирует. Вот в первые месяцы этого года, то есть в холодный квартал, там занятость очень сильно замедлилась, рост оплата труда, вероятно, изменился незначительно, так как в структуре рынка преобладают рабочие места сейчас с низкой квалификацией. Цена на низкой квалификацией на рабочую силу, она более эластична к спросу, то есть, так как у нас больше участников рынка, работодателей и работников, то это приближает, верно, к совершенной конкуренции, где как раз-таки кривая спроса, она более эластична, имеет совершенную эластичность к цене. Также низкой квалификацией на работнике имеет меньшую переговорную силу, чем высококвалифицированная рабочая сила, которая может диктовать свои условия. И это у нас можно увидеть на графике. Вот здесь представлены зарплаты высококвалифицированной и низкой квалифицированной рабочей силы. Так вот, негативные экономические потрясения в 2017 году, которые мы можем видеть здесь, они меньше повлияли на оплату труда кадров высокой квалификации, чем низкой. Поэтому, в данном случае, если мы хотим оценить то, как может повлиять изменение экономической конъюнктуры на рынок труда, то в первую очередь нужно сосредоточить внимание на то, как реагирует оплата труда в тех секторах, где преобладает низкой квалифицированная рабочая сила. Также можно указать, что у нас цены на оплату высококвалифицированных работников, они у нас являются залипающими, так как там более хорошо проработаны контракты. То есть, там так просто нельзя взять и изменить цену, изменить зарплату работнику или его очень быстро заменить. И поэтому они немного запаздывают с тем, как изменяется экономическая обстановка. Поэтому, если и прослеживать то, как изменяется экономическая конъюнктура, то как раз-таки через оплату труда в тех секторах, которые преобладает низкой квалифицированная рабочая сила. ПРО, как ожидается, изменились на 188 тысяч рабочих мест в мае против 164 и 135 в марте. Причиной замедления темпов создания новых рабочих мест стала холодная погода. Температура в прошлом месяце оказалась ниже среднего значения. Мы можем видеть, что по Нью-Йорку в марте у нас температура, актуальные высокие температуры и низкие температуры, они практически весь месяц находились ниже средних значений. Это очень сильно повлияло на темпы занятости, в частности, как я уже сказал, в строительстве. Это вот такой сезонный фактор, который повлиял на и оплату труда, и уровень темпа создания рабочих мест, которые, вероятно, будут компенсированы в мае. Предложения на рынке труда у нас сейчас также зависят от колебаний, от уровня участия в рабочей силе, то есть те, кто выходит на рынок труда и выходит с рынка труда, то есть ищет и не ищет работу. Так вот, на этом графике мы можем видеть, что в прошлом году у нас также, вот в апреле у нас резко снизилась рабочая сила, уровень участия в рабочей силе. И здесь мы можем заметить некоторый паттерн сезонности, который, скорее всего, повторится у нас и в этом году. То есть можно ждать, что те временно подряжающиеся на работу, они, скорее всего, вернутся на рынок труда после выхода в начале года и как раз-таки к апрелю, то есть к летнему сезону уровень участия в рабочей силе вырастет, вырастет и предложение труда как раз-таки за счет роста низкокалифицированных рабочих кадров, что как раз-таки окажет у нас влияние на оплату труда. Если вот в мае произойдет у нас сейчас росту этого уровня участия, то можно ожидать, что цифры по оплате труда выйдут немного ниже прогнозных значений. Месячные изменения оплаты труда ожидается на уровне на целых 0,2% после роста 0,1% в апреле. В годовом выражении это означает рост на 2,7%, так что на 0,3% меньше, чем тот уровень, который может зафиксировать, направить потребительскую инфляцию на устойчивую траекторию в 2%. Потребительские расходы и ВВП, как вы уже показали данные, вышедшие ранее на этой неделе, у нас отреагировали соответствующим образом на изменения на рынке труда, и они как раз-таки не оправдали прогнозы. Предложение на рынке труда в среднем у нас росло на 200 тысяч рабочих мест в этом году, что больше тех 120 тысяч, которые нужны для того, чтобы соответствовать ежемесячному приросту трудоспособного населения. Безработица, как ожидается, упадет ниже 4%, до уровня от 3,9%, что является минимум 17,5 лет. ФРС у нас готовит финансовые рынки к повышению процентных ставок в июне, то есть настроение в целом у нас сформировалось по ожиданиям процентной ставки, и в отсутствие резко негативных изменений в отчете сегодня, он, вероятно, не сможет сильно повлиять на доллар, как раз-таки из-за того, что, в принципе, никакой новой информации он не привнесет. Гораздо важнее сосредоточиться сейчас на угрозах тарифных войн, которые могут подточить норму прибыли американских компаний, что снизит спрос на инвестий, и, соответственно, будет давить на стоимость заимствования США. Если ФРС неверно оценит возможные последствия от этого, то есть будет продолжать повышать ставки, это еще больше будет давить на доходность на рынке, будет стимулировать снижение сбережений и снижение инвестиций у компаний, что как раз-таки может сильно подточить, отлицательно повлиять на привлекательность сейчас активов, американских активов. И это же, конечно же, войдет в повышение ставки по федеральным фондам, у нас войдет в противоречие с возможностями экономики. Снижение политической неопределенности в Европе и рост неопределенности в политике Трампа может вызвать переток средств обратной Европы, как раз-таки повыше обозначенным причинам. Если рынки поймут, что перспективы роста США как раз-таки из этого нарушены. Сезонные изменения торговой активности, в частности, летнее замедление торгов в мае, может у нас также сказаться на реакции рынков по отчету. Ну, на сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!